Ничто так не улучшает имидж страны, как победы за ее пределами. Что касается команды «Строитель», ее игроки – ребята, опытные и много лет поддерживающие высокую планку. Они прекрасно понимают, за них говорят, их успехи на спортивных площадках. Поэтому, сосредоточившись на физических тренировках, они оттачивали мастерство, совершенствовали навыки и не останавливались на достигнутом. В спорте по-другому быть не может. Говоря об успехах своих подопечных на торжественной встрече, главный тренер «Строителей» подчеркнул, несмотря на то, что с каждым годом победы даются все труднее, и главный соперник минчане не дают расслабляться. Им удалось добиться поставленных целей. Наставник дал высокую оценку работоспособности игроков, отметил пополнение состава, а также высказал слова благодарности представителям местной вертикали власти за поддержку команды. Сейчас, конечно, время нелегкое. Где, как говорится, по сравнению с Минском, скажем, там у них все благополучно, все заранее у них спланировано, и календарь игры, и поэтому им в этом плане где-то проще и легче. Нам же с каждым годом все сложнее. Но я надеюсь, что мы общими усилиями сохраним команду, потому что знаю, что многим уже поступили предложения из белорусских, из российских клубов, поэтому не исключена возможность, что мы, может, кого-то и потеряем. Поэтому хотелось бы, чтобы все-таки мы, как говорится, этого массового оттока не допускаем. На церемонии чествования спортсменов команды «Строитель» собрались представители исполнительной власти города и области, руководители Брестской областной федерации «Хоккея на трое», коммунального унитарного предприятия «Спортивный клуб «Строитель» и представительство Национального олимпийского комитета Республики Беларусь Брестской области. В торжественной обстановке спортсмены и члены тренерского состава были поощрены ценными подарками и призами. Надо помогать тем, кто несет отдачу, кто побеждает, кто успешно выступает и кто добивается успеха, в том числе и на международной арене. Поэтому, конечно, мы будем очень внимательно смотреть, чтобы нам эту команду, как говорил и тренер, выступая на сегодняшнем мероприятии, чтобы мы ее не потеряли, потому что многим талантливым игрокам есть предложения из других клубов. И несмотря на то, что у нас талантливая молодежь, все-таки хотелось бы сохранить костяк команды, ну и сохранить эту команду для города Бреста. И действительно, поддержка таких сильных спортсменов просто необходима. Вклад строителей в общую копилку достижений Брещины весьма и весьма ощутим. Благодаря профессионалам, каким относятся и представители гонбольного клуба имени Мешкова, волейбольной команды «Прибужье», а также бейсбольной сборной «Брестские зубры». Наш город стал широко известен далеко за пределами Беларуси. Если брать спортивную историю клуба, то победы начинаются с далекого 1988 года, практически с года создания команды. Наверное, самая титулованная команда, больше всего добившаяся успехов как внутри чемпионата Республики Беларусь. Все-таки 16-кратные чемпионы Республики Беларусь, 18-кратные обладатели Кубка Республики Беларусь. И такие успехи на международной арене, участие в Лиге Европы во втором по значимости турнире для команд, играющих в хоккей на траве, ну это многого стоит. Победы не повод останавливаться. Впереди новые старты и вершины. Уже сегодня игроки активно готовятся к чемпионату Беларуси, а также к Кубку Европы, который совсем скоро пройдет в Австрии. Продолжение следует...